Здравствуйте! В эфире программа «События недели» с самыми важными и интересными новостями города. Вас познакомлю я, Ксения Комогорцева. В этом выпуске вы увидите кадровые перестановки в Управлении образования, акции в поддержку наших военных, пожар в магазине, ледовый спринт, лыжня России, концерт в Доме культуры «Байкал», 8 марта для «Автоледи», турнир по мини-футболу. В этом году в Управлении образования произошли кадровые перестановки и новые назначения. Сменился начальник Управления образования, его заместитель. Сразу несколько образовательных учреждений возглавили новые директора. На планерном совещании глава города Олег Алексеевич Котов вручил им верительные грамоты. Верительная грамота выдаётся Киселёвой Елене Владимировне. Настоящей грамотой доверяем вам Управление руководство Управлением образованием администрации муниципального образования города Север-Байкальск. Также желаем вам успехов в работе и реализации задуманных планов. Настоящей грамотой приветствуем Михееву Ларису Александровну. Приветствую вас в должности заместителя начальника управления образования администрации муниципального образования города Север-Байкальск. Желаем вам успехов в работе и реализации задуманных проектов. Замулиной Екатерине Петровне доверяем вам правление и руководство муниципальным автономным общеобразовательным учреждениям Средняя общеобразовательная школа номер 1. Также желаем вам успехов в работе и реализации задуманных проектов. Мусаеву Алексею Евгеньевичу доверяется управление и руководство муниципальным автономным образовательным учреждением дополнительного образования «Школа туристско-экологического образования». Верительная грамота выдается Бутакову Евгению Геннадьевичу. Доверяем вам руководство и управление муниципальным автономным общеобразовательным учреждением гимназия номер 5 имени Усыниной. Верительная грамота выдается Кононову Михаилу Валентиновичу. Настоящей грамотой доверяем вам управление и руководство муниципальным автономным учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств». Желаем вам успехов в работе и реализации задуманных проектов. Верительная грамота выдается Ледянкина Надежде Григорьевне. Настоящей грамотой доверяем вам управление и руководство муниципальным автономным общеобразовательным учреждением лицей номер 6. Желаем вам успехов в работе и реализации задуманных проектов. Верительная грамота – это первый раз у нас. Мы надеемся, что традиция эта проживется. Всем руководителям будем участвовать. Все вы назначенные пришли не на пустое место. Там уже работа была проделана большая. Там у нас задел хороший. Сейчас ваша задача – сохранить все, что есть, приумножить и трудиться на благо нашего города. Всем желаю успехов в новой прождестве. Спасибо. Нагрудный знак «Почетный донор России» был вручен Павлу Лузянину, жителю нашего города. Спасибо вам за нужное дело. Здоровье всемиронное. Также под благодарственным письмом Бурятской республиканской станции переливания крови награждается Лузянин Павел Алексеевич за поддержку донорского движения и готовность приходить на помощь людям. Желаем вам крепкого здоровья, благополучия и неиссякаемой жизненной энергии. Благодаря вам, кстати, узнал, что у нас проблемы в городе. Для Нижегорска ездили издавать. У нас там не издают. Но они приезжают крайне редко. Крайне редко. Вопросы на контроль взяли благодаря вам. Спасибо. Еще одна хорошая. Два хороших вопроса. Спасибо вам большое. В связи со специальной операцией на Украине по всей стране проходят патриотические акции в поддержку наших военных. Свербайкальск не остается в стороне. Автопробег и флэшмоб на Байкале собрали вместе неравнодушных жителей. Лариса Зеленовская подробнее. Все участники пробега отмечали, что сейчас как никогда нужна поддержка нашим военным и нашему президенту. Все, что происходило в этот день, говорит о личной ответственности каждого за судьбу страны, о способности и готовности объединиться для защиты своего отечества. Хотелось бы пожелать нашим парням быстрее возвращения, быстрее победы, чтобы родные и близкие перестали переживать, матери перестали плакать. Ну и поменьше, конечно, смертей, потому что уже хватит воевать, надо возвращаться домой и заканчивать это все. Как бы я считаю так, десантников северобайкальского района, я как являющийся, как выбрали мне командиром северобайкальцы пацаны, находящиеся в запасе. Могу сказать только слава ВДВ, слава России, парни, возвращайтесь, быстрее победа. Как верховой пожар катится по стране чувство патриотизма, братство, объединение всех в один мощный жесткий кулак, который никогда не позволит и никому не разрешит унизить достоинство, честь и славу нашего великого государства. Я родом в Горловке, почти 50 лет живу в Северобайкальске. И за ребят стою. Служу в Севастополе, в Черноморской бригаде номер 35. Ребята, возвращение вас домой. Мы за вами. Встать в строй рядом с нашими солдатами и офицерами на военной операции в Украине готовы женщины, молодежь, запасники и пенсионеры. Так, мы собирали здесь автопробег. Поддержка наших российских войск, наш Донбасс. Ребята, мы вас не бросим. Мы с вами. Жалко, что старика уже не пускают туда войну, а то бы мы приехали. За Россию! Ребята, вперед! Перед началом автопробега состоялся небольшой митинг на центральной площади города. 24 февраля верховным главнокомандующим президентом Российской Федерации Владимиром Путином было принято очень непростое, сложное, но в то же время своевременное и нужное решение по проведению специальной операции на территории Украины. Да, это решение, конечно, было непростое, но необходимо по нескольким причинам, которые вы все, конечно, знаете. Но я еще раз повторюсь. Основными причинами это явилось то, что уже 8 лет фактически идет война. На территории Донецкой народной республики, Луганской народной республики дети и старики жили в подвале, не получали образования, просто-просто выживали. И на это никто не обращал внимания из наших якобы западных партнеров. Более того, после 2014 года националисты Украины проявили себя в полной своей красе. Они просто пришли во власть. И когда 9 мая наши ветераны выходили в честь Дня Победы, вы все эти кадры видели неоднократно, их множество, как с наших ветеранов снимали, срывали ордена, георгиевские ленточки, и в то же время в герои выставили Бандеру. Это не человек, который губил мирных жителей во время Великой Отечественной войны. Конечно, с этим мириться уже было никак нельзя. НАТОвские армии подошли уже вплотную к нашим границам. И если раньше это были разведданные, то сегодня это уже факты. На территории Украины было развернуто 35 биологических лабораторий, бактериологических лабораторий. То есть Соединенные Штаты Америки не нашли лучше места, как у наших границ, проводить такие исследования. Там явно никакие лекарства для нас не готовились, а готовились методики и меры для того, чтобы уничтожать человечество. Поэтому полностью поддерживаю решение президента, нашу российскую армию, наших солдат и офицеров, выполняющих долг, свой воинский долг на территории Украины. Желаю нашей армии скорейшего выполнения поставленных задач и скорейшего возвращения домой. Слава российской армии! Ура! Патриотизм – это не просто красивые слова. Это прежде всего дело – служение своей родине, стране, своему народу. С первых же дней проведения этой операции наши военнослужащие столкнулись с трудностями, с тем, что нацисты, прикрываясь мирным населением как живым щитом, наносили поражение нашим подразделениям. Наше государство столкнулось с такой ситуацией, когда западный мир во главе с Соединенными Штатами Америки и их пособники объединились против нашей страны, ввели санкции, стали отправлять наемников и оружие для поддержания нацистов. Но наши военнослужащие при выполнении задач на Украине выполняют задачи с пониманием правоты своего дела, по налаживанию мирной жизни в освобожденных районах, по уничтожению нацизма. И в заключении, ну, как уже девиз проведения нашей специальной операции, я хочу закончить словами – «Своих не бросаем, работайте, братья!» Также на митинге выступил Анатолий Амельченков. Самые страшные воспоминания этого человека связаны с войной. История говорит о том, что русский солдат, русский человек, он долго терпит, но всегда одерживает победы. История об этом говорит и война 1812 года, и война 1941 года, что мы всегда справляемся с тем врагом, который поднял меч на нашу родину. Я выражаю большую благодарность президенту, выражаю большую благодарность нашему российскому солдату, который с честью выполняет свой воинский долг. Победа будет за нами, благодаря Господу Богу и нашим вооруженным силам, и нашему руководству страны. Далее колонна автомобилей двинулась по улицам города с соблюдением всех правил дорожного движения. В знак солидарности с российскими военными жители Севербайкальска украсили свои транспортные средства символами Z и V, плагами Российской Федерации, Советского Союза, воздушно-десантных войск. Автоколонна стартовала от администрации, двинулась по центральным улицам города, проехала до поселка Заречный. Встречные автомобилисты приветствовали участников акции звуками клаксонов автомобилей. С салонов неслась громкая патриотическая музыка. Завершилось мероприятие возле памятника воинам-освободителям, где были возложены цветы. А на следующий день сотни севербайкальцев приняли участие еще в одной патриотической акции, которая состоялась на льду Байкала. Поддерживаем президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, правительство Российской Федерации, Министерство обороны Российской Федерации по денацификации и демилитализации Украины. Я считаю, что наше дело правое, и мы должны победить. Организаторы и не ожидали, что в этот холодный по зимнему день столько человек захочет принять в ней участие. За Россию, за мир, за Путина, за свободу! Ура, Россия! Ура, НР и ДНР! Мы вас любим! 16 марта произошло возгорание в одном из магазинов нашего города. 16 марта 2022 года в 11 часов 07 минут на пульс связи 9 пожароспасательной части поступило сообщение о возгорании продуктового магазина, расположенного по адресу город Северобайкальск, улица Полиграфистов, дом 12М. На место пожара незамедлительно был направлен дежурный караул в составе двух отделений. По прибытию на место происшествия было установлено, что внутренние помещения и кровли продуктового магазина каркасно-металлического исполнения, охваченное огнем. Имелось плотное изымление. Возгорание локализовано в 11 часов 26 минут. Последствия пожара ликвидированы в 11 часов 46 минут. В результате пожара продуктовый магазин поврежден огнем. Гибели жертв нет. Материальный исчерк устанавливается. На месте пожара от МЧС работало 2 единицы техники, 8 человек личного состава. Также привлекались следственно-оперативная группа МОМВД России Северобайкальский. Экипаж ГИБДД, карета скорой помощи РЖД медицины города Северобайкальск, бригады ПАО МРСК Сибирь и бригада ОАО Теплоэнерго. В настоящее время органам дознания проводится доследственная проверка по факту пожара, устанавливаются все обстоятельства возникновения пожара. Зимняя рыбалка «Северный Байкал-2022» – самое грандиозное событие этого года. Уважаемые рыбаки, болельщики, гости нашего праздника! Традиционный турнир по подлёдному лову состоится 2 апреля на Слюдянских озёрах. Старт соревнований в 8 часов утра. Праздничный концерт начнётся в 12 часов. На льду озера распахнёт свои чумы эвенкийское стойбище. Наши земляки в национальных костюмах угостят вас блюдами национальной кухни. Теорические коллективы Севербайкальского района и города Севербайкальск представят для вас свои лучшие номера. Рыбалка «Северный Байкал-2022» – это яркий и запоминающийся праздник. Для рыбаков это радость участия и торжество побед. Для гостей – возможность отвлечься и отдохнуть от повседневных забот на лоне природы. К участию в соревнованиях допускаются команды из 4-х человек, независимо от возраста, пола и места проживания. Главный приз – Снегоход. А также большое количество призов участникам соревнований в различных номинациях. Телефоны диспетчерского пункта 8-301-30-47-024, 8-950-391-76-20. Ждем вас на празднике! С 11 по 13 марта в Севербайкальске проходил межрегиональный турнир по мини-футболу среди детско-юношеских команд на Кубок главы города и спонсорские призы. Турнир прошел очень дружно, легко и позитивно. Игроки показали свое мастерство. Все команды получили удовольствие от игры и получили массу хороших впечатлений. Спонсором соревнований стала севербайкальская компания «Сервика», которая обеспечила участников отличными призами и подарками. Проводим первый межрегиональный турнир. Проводим его совместно с администрацией нашего города. Хотелось бы огромное спасибо сказать мэру нашего города, Олегу Алексеевичу, откликнуться на нашу просьбу помочь нам провести этот турнир. Этот турнир первый, но он будет у нас традиционным. Мы будем его проводить раз в год, приглашать команды. Будем стараться приглашать команды с Иркутской области. Уже приехали, но хотим развить этот турнир географически дальше. То есть будем приглашать Красноярский край для начала. Попробуем так. Хотелось бы также огромное спасибо сказать ребятам, которые откликнулись, помогают проводить этот турнир. Это наши соратники по футболу в городе. И Владимир Осипов, Пикалов Алексей, Крапетян Аргишт, Самульцев Иван. Также хотелось огромное спасибо сказать Алексею Вайзерову с города Новосибирска. Он нам помог приобрести призы, выбить скидки всевозможные, которые было можно. Ему тоже огромное спасибо. Тренеры отметили отличную игру своих подопечных. Несмотря на свой юный возраст, все футболисты смогли проявить характер и спортивные качества, сплоченность команд, показав достойную игру. В этот раз турнир получился у нас скорее экспромт. То есть мы не всех собрали, кого хотели бы видеть по объективным причинам. Шесть команд, всего из них три команды городских, три приезжих. Команда из Иркутской области. Железногорск, Магистральный и команда поселка Токсимо. В планах у нас на следующий год уже провести турнир, то есть сделать его традиционным и более серьезный состав участников собрать. Но это все проводится при поддержке, опять же, главы администрации и при поддержке наших предпринимателей, в частности, компании «Сервика». 27 февраля в нашем городе состоялась массовая спортивная гонка «Лыжня России». На зимнем мероприятии была наша съемочная группа. От восьми лет и до бесконечности. Участие в самой массовой лыжной гонке приняли более ста человек. Многие приходят сюда не только за победой, но и за хорошим настроением и настроем. Вот те тяжелые дни для нашей страны, для нашей России. Посмотрите, сколько всех поддерживают. У нас у всех позитив. За наш город очень рада. Посмотрите, сколько участников. С каждым годом, надеюсь, все будет больше, и все будет у нас хорошо. В нашем городе, в нашей стране. Всем здоровья, благополучия, эмоционального, душевного равновесия. Замечательно, что у нас есть такая трасса в Серово-Икальске. Приятно участвовать на лыжных соревнованиях. Преодолеть дистанцию разной длины, поболеть за своих, порадоваться спортивным достижениям близких. Лыжная база поселка Заречный собрала вместе друзей, единомышленников и любителей здорового образа жизни. С каждым годом Лыжня России становится явлением массовой культуры и доброй традиции. Вот и сегодня, наконец-то, стартует наша Лыжня России 2022. От имени общественного совета поселка Заречный приветствую и поздравляю всех участников соревнований и любителей лыжного спорта с этим спортивным праздником. Ведь Лыжня России рассчитана на всех любителей лыжного спорта и здорового образа жизни. На таких мероприятиях выигрывают не только спортсмены, не только участники, но не только здоровье, но и наш любимый вид спорта – лыжные гонки. Лыжные гонки в нашем районе – это наиболее доступный вид спорта. Такая прекрасная природа, погодные условия, профессиональные тренеры и отличная лыжная база поселка Заречный. Уважаемые жители города Севербайкальска, приходите на нашу лыжную базу поселка Заречный. Свежий воздух, за здоровьем, за хорошим настроением. Организован прокат лыж. Профессиональные тренеры проводят мастер-классы. И отличная лыжная трасса ждет всех желающих. Лыжня России 2022 особенная. В далеком 1982-м на старт по всей стране вышли тысячи любителей этого вида спорта. Самая массовая лыжная гонка в этом году состоялась в сороковой раз. 26 февраля в нашем городе состоялись соревнования «Ледовый спринт». Соревнования любителей «Покорить зимний лед» в этом году состоялись уже в девятый раз. И каждый раз мероприятие собирает как десятки участников, так и множество зрителей. С приветственным словом к присутствующим обратился глава города Олег Алексеевич Котов. Дорогие земляки, я от всей души рад приветствовать любителей автомобильного спорта, участников, болельщиков. Хочу поблагодарить организаторов турнира. Турнир посвящен у нас Дню защитника Отечества 23 февраля. Сегодня, как никогда, нужна поддержка нашим солдатам и офицерам. Они выполняют свой долг на территории Украины, изгоняют неонацистов, фашистов с территории Украины. И сегодня нужно пожелать удачи и скорейшего возвращения нашим солдатам и офицерам домой. Я думаю, все поддержим аплодисментами нашу армию. Участникам соревнований, конечно, пожелаю поберечь свои автомобили, чтобы в целости и сохранности все доходили до финиша. Но все-таки это соревнование, и пусть победит самый опытный, самый смелый, самый лучший. Вперед к победе! Благодарственное письмо от партии «Единая Россия» и денежный подарок на развитие клуба получил руководитель «Каскада» Андрей Бодров. Он вместе с Александром Макаровым является одним из главных организаторов нынешнего ледового спринта. Северо-Вайкальское городское отделение партии «Единая Россия» выражает благодарность Бодрову Андрею Александровичу и внедорожному клубу «Каскад» за поддержку и помощь в организации соревнований по ледовому спринту, за популяризацию спорта и здорового образа жизни среди населения города Северо-Вайкальск. Желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов и новых спортивных достижений. В девятый раз у нас уже проходят эти соревнования и очень отрадно, что вы не оставляете эту идею, которая возникла 9 лет назад. Поэтому желаем вам всего только самого замечательного и небольшой конверт денежный на развитие вашего клуба, на компенсацию ГСМ. Всего в соревнованиях было 5 номинаций – передний, задний и полный приводы «Супершип Леди Драйв». Также организаторы учредили отдельный приз за остальные нервы. Мероприятие стало зрелищным и ярким. Все участники получили заряд хорошего настроения и массу положительных эмоций. 26 февраля в Доме культуры Байкал состоялся концерт, посвященный празднику Белого Месяца. Праздник Белого Месяца – это всегда соблюдение традиций, передающихся из поколения в поколение. Семейное тепло, радость от общения с близкими и, конечно, благопожелания. Дорогие мои, уважаемые братья и сестры, еще раз я поздравляю от имени буддистских торцовных Санкт-Петербурга России, наступившим с Белым Саганом Алхар. И желаю вам, чтобы в этом году у вас были достатки, любви. В вашем доме всегда было богатство, счастье и всякие болезни от вас отхотели. Но от меня я каждый день молюсь, чтобы плохие, негативные энергии в наш город не было, в районе не было, в Бурятии не было, в России не было. В первом отделении свое выступление представил ансамбль ГСР. В антракте гости мероприятия могли отведать национальные блюда, приобрести уникальную сувенирную продукцию и сделать оригинальные фотографии. Во втором отделении для Свербайкальцев свое выступление представили солисты Бурятской государственной филармонии, артисты эстрады, участники телевизионного проекта «Новая звезда» Тимур Болотов и Сосека Юшеева. В конце зажигательной программы артистов, где были представлены хиты российской, мировой и бурятской эстрады, зрители все вместе станцевали йохор. Тимур Болотов и Сосека Юшеева не первый раз приезжают в наш город и очень тепло относятся к севербайкальским жителям. Но в Севербайкальск мы приезжаем не первый раз. Мы знаем, что народ севербайкальский самый гостеприимный, самый добрый. И, наверное, они такие добрые, потому что все это благодаря священному Байкалу здесь на самом деле живут очень… Очень, самые добрые, самые гостеприимные, самые горячие и простые люди. И мы безумно счастливы находиться сегодня на севере Байкала на вашей гостеприимной земле. Сосека Юшеева. Тимур Болотов. Бурятская государственная филармония. Энда. Тимур Болотов. 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 Болот Накануне Международного женского дня, самого трогательного праздника весны, на дорогах города Милых Дам поздравили сотрудники госавтоинспекции. Своё мероприятие для женщин провели и железнодорожники. Тюльпаны, улыбки и добрые слова с тёплыми пожеланиями. Таким запомнит этот день автоледи Севербайкальска. Здравствуйте. Поздравляем вас с 8 марта. Желаем вам здоровья, счастья. Чтобы в этом году у вас сопутствовала только удача. И не нарушайте правила дорожного движения. Поздравляем вас от лица. Спасибо большое. Поздравляйте, будьте всегда такой прекрасной, милой. Спасибо. До свидания. Хорошего дня. Всех женщин с 8 марта. Будьте счастливы, любимы, здоровы. И всем мира. Я желаю вам здоровья, самое главное. Счастья, любви, исполнения желаний, удачи. Чтобы было мирное небо над головой, самое главное. Спасибо большое за поздравление. Вам безопасных дорог. Спасибо. Поздравляю вас с 8 марта. Будьте осторожны на здоровье. Берегите свою жизнь. Спасибо большое. Здравствуйте. Здравствуйте. Поздравляем вас с 8 марта. Желаем вам здоровья, счастья, благополучия. И чтобы не нарушали правила дорожного движения. В центральной площади города полицейские совместно с юными инспекторами дорожного движения и сказочными персонажами поздравляли женщин. Поздравляем вас с наступающим 8 марта. Желаем счастья, любви, здоровья. Спасибо большое. Берегите себя. Соблюдайте безопасность дорог. Большое вам спасибо. Вас тоже с наступающим. Соблюдайте правила дорожного движения обязательно. Соблюдайте свой режим. Сстегивайте стернями безопасности. Берегите себя и своих близких. Спасибо большое. Счастливого пути, водитель. Профилактическое мероприятие накануне 8 марта провели и сотрудники Севербайкальского региона Восточно-Сибирской железной дороги. Помимо профилактической беседы и вручения памяток с правилами проезда железнодорожных переездов, водители могли поздравить женщин с наступающим праздником. Будьте внимательны. Не забывайте об ответственности. За нарушение правил дорожного движения влечет административная ответственность. Соблюдайте правила дорожного движения. Ну, с женщинам, конечно, с праздником наступающим. Здоровья, счастья. Ну и чтобы война там быстрее кончилась за границей. Желаю женщинам сейчас наше время крепкого здоровья хотелось бы пожелать. Всегда хорошего настроения. Ну и чтобы в жизни всегда все складывалось так, как желается, задумано. Спасибо. Счастливого пути. Не забывайте об ответственности. На этом у нас все. Смотрите все выпуски программы «События недели» в эфире телерадиокомпании СТВ, во всех социальных сетях, на сайте компании «Айронет» и в мобильном приложении «Сити Алерт». Мы увидимся на следующей неделе. Берегите себя. Не оставайтесь с нами. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин